Переходим к следующей части нашего сегодняшнего занятия, и сейчас будем рисовать с вами сцену офиса. Я, как всегда, начну со скетча, и я думаю, здесь, как в предыдущий раз, у меня комментариев практически нет, так что если какие-то я придумаю по ходу рисования, я дам их после того, как закончу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, есть у меня какой-то такой примерный скетч пространства офисного помещения. Я решила в этот раз делать не полностью на всю, да, всю страницу, графику, как мы делали с вами наш пейзаж, а только такой кусок как бы осветить. Итак, проверяем 19, 20 на 10, 80. Да, хорошо, создаем. И сюда копируем наш скетч. Я также копирую это принтскрином. И вставляю скетч довольно грубый, схематичный, так что по ходу пьесы все равно будет еще что-то меняться. У меня здесь как бы, да, окно, офисный там кулер, какой-то цветочек, может сейчас еще что-нибудь доставим. Ну, основная идея такая. Давайте, конечно, сделаем это все менее прозрачным, чтобы было удобнее рисовать. Подпишем, что это скетч. И начнем рисовать. Так, прежде всего, давайте подумаем, что у нас по цветовой гамме. Я хочу примерно сориентироваться. Полистаем немного референсы. Вот у меня несколько рефов. Я хочу попробовать сделать что-то такое же светлое, да, и не очень, не очень пестрое, в противовес, в контраст тому, что мы делали вот до этого как раз. Так, что-нибудь интересное я хочу где-то зацепиться. Давайте попробуем что-нибудь создать. Ахм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как никакого конкретного ТЗ у меня сейчас нет, я в принципе вольна экспериментировать как угодно, поэтому... В принципе, возможно, я поменяю этот концепт по ходу нашей работы... Продолжение следует... Так... Так, и я создам палитру сразу же, чтобы мне было легко, если я захочу что-то поменять... Что-то настраивать... Давайте выделим... Создадим палитру... Ок, вот наша палитра... Попробую поиграться с ингредиентами... Давайте глянем, что нам это даст... В игре с ингредиентами... Главное не забыть, где у вас свет, где у нас тень... Эта сторона будет, скорее всего, теневая, поэтому нужно сделать ее контрастнее... Чтобы подчеркнуть эту границу... Должен, наверное, чуть сильнее вылиду сюда... Да, окей... Ctrl-C, Ctrl-F... Должен тыok... Должен, в студий, в студии, в студии, в студии... Ставьте лайки... Ухрен... Субтитры... Один, в студии... Субтитры... Продолжение следует... 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 давайте глянем да неплохо сейчас еще разберемся с самим монитором потому что я хочу сделать его посмотрим если я сделаю черный будет сильно контрастно не достаточно неплохо кстати тогда можем сделать я делаю закос под маковский монитор здесь вот практически белая пусть будет ну пусть практически белая а здесь а здесь именно белая там фон появится и будет все заметно здесь тоже практически чуть-чуть можем дать кстати тень так как мы уже работаем с градиентом в принципе можем работать и с полупрозрачностями и это будет выглядеть нормально по-человечески давайте дадим какую-нибудь полупрозрачную теньку же наложение мультипла например какой-нибудь что-то такое есть уже интереснее здесь тоже можем дать тени будет сейчас стильненько я хочу дать тени все под одинаковым углом чтобы было вообще все не придраться что называется пройти здесь тоже он не туда так теперь могу по убрать лишнее да теперь точно могу подбирать ok отлично возможно можно сделать здесь и потемнее да тут пусть будет вот так с тем чуть как будто бы какой-то рефлексик здесь да у нас есть дополнительный так давайте дадим еще блика на монитор великого конечно должен быть светлым так я вычту одну форму из другой что не получилось такая полоса нужного нужного нам направления вот так и сделаю градиент здесь чтобы уходило это все прозрачность белый но уходит прозрачность прозрачность тогда могу настраивать материал уже интереснее просто в разы есть давайте поместим это все в маску я копирую control c control f положу поверх выделяю свои блики и жму control 7 все у меня маску хвосты не будут торчать и все поместилось в маску что мне еще не нравится мне нравится вот это вот высота очень она такая грубая и мне не нравится вот эта вот высота у мышки эти толстые такие тоже достаточно грубые края поэтому я наверное их еще чуток скруглю как так и добавлю еще наверное какой-нибудь аля колесико чтобы его хотя бы было примерно как-то там видно в группе ровно всякий случай так эта штука нам больше особо не нужна у нас теперь достаточно здесь контраста можем чуток подредактировать и эту крышку немного тоже подвину здесь градиент словом да чтобы у нас угол прорисовался отчетче ну на этом в общем стол у нас в принципе есть единственное что он сейчас довольно такой манюска давайте его наверно раздвинем немножечко потому что у нас как-то монитор подозрительно огромен относительно вообще стола мне это не совсем нравится я думаю как-то так будет отлично и этот ящик я тогда ящик я тоже перерисую давайте попробуем сделать их такими поменяем места цвета цвета местами и наверное выполняющий режим наложения посмотрим дать посмотрим вообще как она что-то есть тут у нас интересно и ничего нет мультиплайк какой-нибудь нет ящик сильно контрастно получается ну ну можем пока оставить так давайте пока так и дублируем контур d внизу обычно такие большие ящики посмотрим в принципе уже неплохо что у нас дальше дальше у нас такое большое каплеобразная пятнишка давайте его тоже нарисуем главное следить за безъеха чтобы она была красивая и плавная не было никаких мерзких заворотов там углов еще чего-то все должно быть очень чисто давайте почистим немного здесь а вообще можем попробовать сделать прямыми а потом просто скруглить давайте посмотрим как это будет возможно это будет получше нет такой вариант нам тоже не подходит придется рисовать красиво руками а и 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 опять и и и и и и и и больше нравится форм получается лучше главное чтобы она была достаточно гармоничной достаточно ровненькой без каких-либо там изгибов заломов и так далее так что когда рисуете подобного рода формы всегда старайтесь об этом помнить и следить что у нас здесь у нас здесь с вами короче товарищ окно и нам нужно его как-то визуализировать презентовать давайте сделаем это попробуем возможно выровнять эту речку относительно толщины стола чтобы у нас не было слишком сильного разнобоя скажем так в пропорциях сюда и у нас опять правил третей вы наверно заметили да я вот даже подчеркну это дело и наверное сейчас продублируем на всякий случай здесь попробуем это объединить чтобы у нас был цельный такой градиент без вот этих крестов некрасивых объединить и можно на самом деле дать заливку градиентом да да только в обратную сторону чтобы у нас был здесь контраст у нас была такая толщинка возможно сейчас будет выглядеть так себе если мы это не поддержим нигде дальше то уберем если поддержим то тогда оставим так давайте сделаем какую нибудь штору и посмотрим как это будет выглядеть кого-нибудь другого цвета у нас были какие-то цветовые вообще контрасты мне нужен более светлый оттенок и я его тоже хочу поместить в палитру давайте поместим вот сюда и сделаем тоже попробуем градиент это я выбрала чтобы он шел у нас как бы на спад здесь так давайте продублируем и посмотрим что у нас выходит я думаю как так может быть даже еще попробовать сейчас будем смотреть так ключевое во всей этой истории ключевой момент это какого цвета у нас будет вот этот вот эта бульбашка да это сейчас просто первостепенный вопрос я скажу честно потому что у нас все такое спокойненько все очень размер она нейтральная а сама это бульбашка если будет очень контрастный то она будет на себя очень много брать видите да и это не то что я хотела бы я бы сделала наверно вот что-то типа такого чтоб она была супер легкой а там за окном где-то у нас были еще был еще город который визуально нас всегда подводит здесь формой своей он подводит нас куда-то вот компьютеру правильно потому что это наш все таки композиционный центр как-никак и город у нас будет такой чуть-чуть потемнее но совсем чуть-чуть кажется это уже слишком она толстая получается та штора так нам главное не эффект клетки сделать да а эффект вот таких высоких потолков высоких окон до потолков тоже в частности здесь у меня были еще светильники светильники давайте сделаем можем дать пробовать сделать чтобы они выходили из-за этой пуль башки до светильники у меня там довольно простые такие лампочки круглые capacitor еще давайте все выравнили и можем попробовать даже немного подкрасить только в этот раз то будет радиальная да и перевернем цвета немного и не так все это будет такой синий я хочу хочу совсем капельку оттенок без такого радиуса вот 7 чуть-чуть возможно лучше объединить это все понятно или может быть даже нет сильно желтые сильно яркие здесь будет я хочу другой эффект давайте попробуем тень может тень будет здесь как раз уместнее всего мы тот же оттенок сделаем вот такую тень попробуем а здесь возможно скруглим не знаю есть пока вопросы к этому светильнику но мы можем принципе в любой момент его поменять поэтому давайте сделаем такой ритмический ряд нет нам нужно чтобы здесь они были подчеркивали это вот диагональ так еще мне не очень нравится наверно как здесь у нас город расположен что еще давайте блик кинем забираю отсюда блик и вытащу из маски клипе на искры ли свод мы вытягиваем все из маски эту форму мы удаляем а блики вот у нас остаются и мы можем с вами кинуть блик на эти окна но так как окна у нас достаточно тусклые да сами по себе их блик особо не заметен получается у нас конечно в этом смысле если бы у нас было что-то такое да яркое тогда блик бы вообще классно классно читался но сейчас он у нас практически не отображается плюс я поняла что мне нравится у светильников это некрасивая ужасно красивый оттенок здесь возможно как-то так но тогда он полностью сливается с фоном да тоже нехорошо а а а а а а а нет супер ярко а 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 так предлагаю поместить это тоже все в маску нет нет не так скопируем и control 7 а а и а так типа того это тоже и наверно заберу тот с такими краями до уже подготовленными так порядок слоев маски тоже нам нужно редактировать заходим дважды кликаем в маску и можем точно также работает со слоями 2 эти шторы как-то выглядит не так как мне хотелось бы так что у меня по скетчу в общем у меня по скетчу эти попробуем градиентом поиграться на возможно это то чего нам не хватает здесь конкретно чтобы у нас был где-то контраст эти как белый грязно выглядит чистый белый выглядит абсолютно ужасно в контексте таких синих светлых оттенков мне нравится так пробую может быть мне сейчас категории мне нравится вот эта часть да мне нравится вот эта часть мне совершенно не нравится эта часть до белые светильники возможно их вообще надо сделать без тени потому что иначе они выглядят очень грязно на то есть возможно вот так более читабельный силуэт и уже что-то такое поинтереснее может быть может быть даже до сделать разницу такой ритм в размерах здесь слишком много всего давайте подвинем как-то так может даже один сюда сделать потому что иначе они вообще грязно смотрят совершенно ужасно вообще не надо так ну мы не будем значит да теперь мне нравится гораздо больше я бы еще знаете что сделала я бы сюда добавила такую небольшую капельку наверное что-то типа такого только конечно пора в него тут вообще что-то печалька нет так пусть и останется да так у меня где-то тут был референс кулера вот же он и цветочка можно отсюда их по заимствовать ну переработать по крайней мере так давайте сделаем кулер какой-нибудь такой высоты если я делаю темным то он очень выделяется да давайте попробуем сделать пока так же как у нас сделано все остальное и потом будем тоже редактировать это если нам будет казаться что как-то это не очень это если нам будет казаться что-то не очень Продолжение следует... Так, давайте поместим опять в маску. Ну, сейчас по масштабам тоже уменьшим, естественно. Главное нарисовать основную форму. Давайте выровняем. Значит, только это видно, чтобы было удобнее рисовать это все на сером фоне. Линия выглядит гораздо приятнее. Гораздо изящнее. Давайте теперь попробуем что-то дело уменьшить. И поставить куда-то сюда. Так, этот гробик мне не очень нравится совершенно. Давайте идем его более прямоугольным. И здесь такое какое-нибудь... Что там у кулера обычно бывает? Тут краники идут, да? Давайте сделаем. Возможно, темнее. Вырежем глубину. Сделаем. Делаем пастфайндер. Не то. Вот оно. Вот так появилась глубина. И добавим, конечно, краники. Да, вот так теньки пойдет. Можем даже их чуть детальнее проработать. Например, сделать какую-нибудь толщинку здесь. Какой-то кепчук там как будто бы. Только краник у нас должен быть где-то здесь, наверное. И второй тоже где-то вот в глубине типа. Типа такого. Давайте их тоже как-нибудь вот так накроем, наверное, маской. Даже не маской, а просто слоем полупрозрачным перекрою, чтобы был... Чтобы знать, что они там вот где-то далеко. Главное здесь, чтобы у нас с вами контраст, в принципе, не был такой вот прям явно огромный. Так, у бутылки я тоже хочу попробовать сделать тень. Давайте посмотрим, как это будет работать. Ну, в принципе, не так и плохо, на самом деле. Только, честно говоря, есть резон сделать ее с этой стороны, потому что иначе все очень сильно теряется. Вот. Ну, тогда есть легкий диссонанс. Но, с другой стороны, не теряется уже форма. Так, здесь есть еще такой держатель под стаканчики. Давайте его можем добавлять, можем не добавлять. Можем просто заделать как бы такую интересную какую-то форму здесь что-то там. Ну, не знаю, еще какая-то штука есть позади. В принципе, я думаю, этого достаточно. Можем с вами даже сделать как здесь. Добавить еще заднюю такую волну, скажем так, у воды. Как будто у нас тут есть некий объемчик. Вот так заворачивается там волна такая, да? Так, неплохо. Давайте сгруппируем наш кулер, чтобы он у нас... Какой-то странный глюк. И, прежде всего, я сохраню свой успех, конечно же, как всегда. Можем попробовать еще добавить сюда тень. И, как бы, сделать еще объемнее свой. Вот этот вот коробочек. Давайте попробуем. Так, Pathfinder, я потеряла его. Все, нашла. Да, типа того. Уже изображение выглядит гораздо повеселее, я честно скажу. Мне не нравится, честно говоря, этот город условный, да? Он какой-то слишком уж, не знаю, слишком простой. И я пока думаю, как его можно было бы усложнить. Но мне нравится, в принципе, гамма. Мне нравится, что все так на нюансе, с градиентами, и при этом такой псевдо-объем получается. Нет, белые тоже выглядят ужасно. Давайте добавим еще какой-нибудь цветок в офис сюда. Возможно, сделаем какой-нибудь такой градиент, чтобы у нас как-то перекликались, да? Цвета и не было одиноким. Какую-нибудь такую штуку выровняем. Так. 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 Продолжение следует... 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 Стебельочек. Стебельочек. Сделаю, попробую блик. Давайте режимом наложения попробуем. Что у нас тут интересного получается. Да, что-то такое можно. И я, наверное, тоже добавлю сюда градиент, потому что у нас все решено с помощью градиентов. Поэтому в этом явно есть смысл. Так, еще один темный цвет. Мне нужно сохранить в палитру. Иду и редактирую градиент. Так, вот здесь мне нужен градиент какой-нибудь. И я его видоизменю. Ну, а теперь настрою, как мне нужно. Нет, так не нравится. Да, вот отсюда хорошо. Чтобы не такой был дикий контраст. Потому что темная и светлая дают очень большой контраст. А нам здесь такой особо сильный контраст не нужен. Так, я, наверное, чуток сужу эту штуку. Так. 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 То. И стебелечек. Так, здесь форма очень сильно некрасиво загибается. Это нас не устраивает. Так, есть. Честно, сейчас похоже это больше на какие-то перья, ворона, я не знаю. Можно поработать еще на стилизации. Но в целом, в качестве деталей, проработки, стиля, я думаю, в принципе, сейчас этого достаточно. Давайте подумаем, что нам вообще делать с нашей этой всей историей. Я думаю, что, возможно, есть смысл сделать вот так. Просто чуток видоизменить композицию. Да, мне так нравится просто в миллион раз больше. Плюс мы дорисуем еще здесь. Сейчас стул и будет вообще отлично. Все понятно. Офис, кулер, стулья, большие панорамные окна. Ну, словом, все как надо. Только здесь должна эта штука продлеваться, а не заканчиваться. Потому что у нас здесь тоже окно. Так гораздо больше смысла в этом всем. Мне нравится, как у нас там просвечивает сквозь воду этот город. Все, в принципе, интересно, неплохо. Может быть, где-то сделать тоже какое-то скругление, чтобы поддержать форму, да, ту, которую мы задали кулеру, да, чтобы у нас, ну, эта форма была оправдана условно. Я бы еще попробовала, возможно, немного уменьшить эти шарики, да, эти, как они называются, я совершенно забыла. Ладно, я даже не буду пытаться вспоминать. Словом, лампы, вот, да, вспомнила, наконец-то. И будет вообще класс. Можем еще, знаете, что добавить? И я люблю дорисовывать такие еще кирпичики. Небольшие сейчас покажу. Как будто бы у нас здесь дальше продолжается еще стена. И я бы еще добавила, возможно, линию горизонта, не знаю, не знаю. Но, возможно, это будет в этом даже какой-то смысл. Да, так выглядит полаконичнее. Ну, а здесь у нас еще будет сейчас стул. Давайте продолжим эти штуки. Главное, чтобы они были одинаковые, опять же. Это просто не устану об этом повторять вообще, наверное, никогда. Чтобы у вас всегда была какая-то вообще логика в графике. Не только в графике, в анимации тоже. Чтобы повторялись элементы, цвета. Не было одиноких элементов, не было одиноких цветов. Ну, как-то так. Возможно, еще можно будет накидать. Сейчас решим. Еще люблю делать такой, знаете, немного прерванный этот горизонт. Линию пола, чтобы она вот немного так вот неравномерная была. Такой ритм задавать. Очень выглядит, на мой взгляд, круто. И обратите внимание, у нас здесь вот с вами композиционный центр. Все еще. Мы его поддержим, да. У нас здесь с вами контрасты по цвету и по тонам. Все вообще, все вообще как мы любим. И я бы сделала, наверное, еще белее всю эту историю. Потому что совсем чуть-чуть не хватает нам контраста. Так. 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 так кнопочку совсем перестала быть на пусть будет такая черненькая думаю не страшно так что я хочу еще докинуть дать попробуем вернуться к блику будет ли он здесь заметен часто выглядит уже более контрастно и блик у нас с вами дата достал заметнее не то маска давайте попробуем так но вообще красота просто класс стала гораздо деталь более детализированная картинка мне очень нравится и давайте эту штуку тоже так возможно даже ее убрать она тут как бы хотя принципе выглядит неплохо пусть будет почему нет так ну что нам остался в принципе стул и мы практически справились такой вот однотонно интересной гамме да так стул я начну рисовать примерно по той же схеме единственное у меня различие возможно будет он просто другого же другого цвета мне нужен скос просто 15 или можем даже попробую сделать его чем у нас было таких 3 глобально темных пятна давайте наверно не так сделаем а вот так окей так давайте сделаем ножку этому стулу чему крепится он сиденье только поменьше толщиной да как раз лучше так ну так 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 возможно здесь может получше скруглить чтобы не такая резкая форма была так и давайте еще сделаем вы лица нет так не нравится давайте сделаем попроще и они будут выглядеть лаконичнее и уместнее давайте такой же толщины попробуем что-то вроде того и еще я возьму и сделаю такую такую штуку только уже под другим углом под противоположным можно попробовать так может пробовать так посмотреть как будет лучше да так мне нравится гораздо больше давайте как-то так и дадим тоже и небольшую толщину да примерно так и у нас остается остается ножка для стула давайте мы и сделаем такой типа круглый для этого центра у нас будет более светлый оттенок а посередине до центре более светлый а по бокам более темные будет ощущение что это такая труба здесь где-то так возможно вы лица тоже можно в половину меньше чтобы у нас сидушка оказалась массивные объемные а все остальное не такое объемное так ну подставку я сильно не буду как так детализировать я думаю здесь принципе уже достаточно можно конечно прорисовать сделать там и колесики все на свете сейчас давайте можем ограничиться вот так сделать например посмотреть насколько это в принципе не выбивается по детализации давайте добавим колесики почему нет только радиальный а не радиальный а просто линейный будет брадиент у нас с вами так копируем сюда а здесь у нас колесико либо вообще как прямоугольник со скругленными до краями либо же такой вот овал эллипс как больше нравится я обычно трубу вот эту рисую еще вот здесь вот пошире стулья принципе офисные бывают разные можем добавить еще такую типа ручку для регулировки высоты да у нас как бы было побольше интересных деталюшек вот такого но это надо смотреть чтобы не было знаете мелкотни из серии где-то очень сильно проработано а где-то вообще практически ничего ну дам случае не так-то сильно еще и выбивается поэтому в принципе можем оставить но вы в своих работах смотрите чтобы по детализации было логично так положу это она более задний такой план и сделаю еще наверно здесь такое влечение как будто это такое основание этого стула есть какой-нибудь механизм этого подъема или еще чего-нибудь навороченный стул пусть будет так давайте это все выровняем ты бы примерно вот как-то так теперь выглядит не криво не страшно так группируем стул чтобы его легко было выделять и туда-сюда перемещать и вообще ничего не забыли нет контрол че у нас сгруппирован так возможно как-то так его поставлю видите не очень красиво здесь вот это вот пересечение совершенно некрасиво я даже сказала нам но конечно надо избежать давайте как-нибудь радикальнее подвинем это все да так уже гораздо лучше и здесь тоже вот такие вот скажем недосказанности как бы и не туда не сюда это очень не круто то очень сбивает вообще зрителя поэтому старайтесь так не делать четко вот определяйтесь тем что вы делаете да либо тут вправо либо влево либо перекрывает либо не перекрывает полностью вот такие полумеры торчащие углы и это как правило не круто так я хочу выровнять естественно все одинаковой толщины сделать потому что давайте тут проверим кстати потому что там у ламп было не такая толщина как везде а этот опять же таки не классно так ну что в принципе давайте все относительно листа выровняем сейчас что в принципе у нас получилось с вами такая уютная сценка офиса я постаралась показать немного другой подход вот сейчас мы делали все с помощью градиентов с помощью каких-то полутонов да и так далее чтобы вам было понятнее как работать и с плоской какой-нибудь графикой и с их градиентами здесь можно как в предыдущий раз много чего совершенствовать возможно кинуть сюда тенюшку возможно кстати давайте отразим попробуем кулер посмотрим как так будет нет не очень прикольно быть можем напоследок кинуть вот сюда тень посмотреть как она вообще уместно не уместно здесь так бережу эту тень ну как вариант почему нет можно в принципе и продолжать эту иллюстрацию совершенствовать добавлять каких-нибудь еще деталей там сюда больше формировать вообще офисную атмосферу но самое главное в принципе сделали у нас есть рабочее место стереотипный кулер а светильники какие-то такие которые не знаю редко встречаются в жилых помещениях ну в принципе в принципе возможно и встречаются но вот часто в офисах вижу когда рисуют такие картинки и иллюстрации рисуют вот подобного рода светильники у нас есть большое панорамное окно какие-нибудь джалюзи цветочки естественно куда без них можно было бы детали еще сюда накидать ну давайте детали и проработка я просто уже невероятно невероятное уже с вас с меня принцип работы в принципе как вообще строю свой процесс как я по ходу всего меня вообще в принципе все в общем вот результат наших упорных трудов вот такая сцена офиса у нас получилась вот такой пейзаж вышел в результате ваша домашка заключается в том чтобы создать свои сцены не используя те инструменты которые использовала сегодня я моя рекомендация попробовать поэкспериментировать с графикой попробовать сделать и плоскую и более-менее такую объемную с градиентами с бликами чем больше всего попробуйте тем будет конечно же лучше для вас быстрее быстрее набьете руку но в принципе вариации целая гора можно делать и просто с обводкой и как я уже сказала самом начале можно использовать различного рода кисти шумы то есть полностью креативная вообще свобода отпустите себя и создайте классную клевую графику всем спасибо за внимание пока пока